Может тут котики живут в подваре? Кс-кс. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. На. На, кисулечку. На, мой хороший. На. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Кисулечку. Малыш такой. Ты хороший. Я всегда стараюсь подкармливать. Купила три консерва. Китикат. Малыши такие карандаши. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Все, буду сейчас. Там трое их, по-моему, котят. Кошка оплодилась. Вот. Буду сейчас кормить. Делайте добро. Это так легко. Дайте. 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 Типа. Дексикаольф. Типа, ты мой хороший. Типа, ты мой хороший. Типа, ты мой шпака. Типа, твою ишлатки. Типа, твою ишлатки. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! У нас сегодня, вернее сейчас 9 утра, я уже сделала себе маникюрчик, поменяла. Цвет немножко повредила кожу вокруг ногтя, кутикулу, но маникюрчик получился симпатичнее. Добавила я такие вот не пайетки, а такая вот нарезанная фольга. Вот есть у меня вот такого цвета, синяя, голубая и золотая с белым. Есть еще такое мелкое битое стекло, но я бы сегодня не использовала. Так, из лака у меня сегодня P&L 65 гривен стоил и оттенок 0,65 или это оттенок 65, по-моему это оттенок. Вот, очень-очень пигментированный. Мне нравится в плане того, что два цвета полностью перекрывают все ваши неровности и всю ногтевую кутикулу. Вот видите, повоспалялась кутикула и на самом деле это не лак зашел, вот видите, за границу ногтя, а кровь запеклась немножко. Вот, база у меня и топ от Коди. Сегодня попробую... Так, сейчас стерильная машина взлетит. Вот, база и топ у меня Коди. Это каучуковая база и топ, который светится как у ультрафиолет. Вот, и маникюр обрез... Ну, то есть я делала вот таким вот набором. Макс у него там вот эту пшикалку, саму бжикалку. Насадки у меня вот такие вот. Делала вот этой вот штучкой, подвигала кутикулу и спидевала просто. Ничего не обрезала. Вот, есть у меня еще вот такой вот гель, но я что-то не знаю, как им пользоваться. Вот, и кому интересно, была лампа у меня вот такая вот, самая-самая-самая обычная, дешевенькая, из китайского сайта. Лили называется Beauty. С таймером? Ну, главное, чтобы с таймером была. Поэтому вот. И часто спрашиваете, почему у меня не держится гелилак на ногтях. И кто-то говорил, что я не пользуюсь праймером. У меня есть вот такой вот бескислотный универсальный праймер, да, ультрабонд. Я его наношу сразу перед нанесением базы. Вот, поэтому с утра поменяла. Там, да, жутко выглядят вот именно воспаленные кутикулы. Ну, так симпатично, красивенько, свеженько. Всем привет! Можно увидеть весна, 20-е число марта. Посмотрите, под ногами. Иду сейчас в банк, в банк приват, потому что нужно сделать карточку в мастер-карт, потому что с вебмани, к сожалению, не выводится на виза. Не знаю, перекрыли все возможные и невозможные способы вывода денег в Украине. Интернет-кошельки. Осталось только в вебмани и то на... Только на мастер-карту. У меня все карты для выплат виза. Поэтому это всё бесплатно, быстро, в течение двух минут открывается. Вышло, называется, на свою голову. Снежище такой, блин, не знаю. Давно такого не было. Всем большой привет! Хотели готовку? Получайте. Как думаете, из вот этого что можно сделать? Правильно, голубцы! Я уже пропарила. Вернее, мы с мамой пропарили капусточку. Здесь у нас сваренный рис с фаршем куриным. Куриный, индюшиный. Хотя не знаю, какой фарш. Наверное, сорти. Скорее всего, сорти. Берём постоянно фарш, если попадаем в магазине Пятачок. Пятачок называется. Магазинчик, именно фирма Пятачок. Очень вкусный, свежий. Такой вот хороший, проверенный. Там и колбасы хорошие, если куда-то на стол. И мяско вкусное тоже. Вот. Поэтому такие вот у нас лепесточки. Капусточки пропаренные. Буквально, ну, секунды 4-5, наверное, в кипяток их опустить. Для того, чтобы они были эластичные и не ломались. Вот. И здесь фарш с рисом. Обычный варёный рис, зажарка, морковка с луком и мяско. И здесь у нас заправка. Так, ну что, продолжаем. У нас здесь капусточки немало. Поэтому обязательно обрезаем вот эти вот жёсткие спинки. Потому что они не дадут капусте хорошо закрутиться и будут разворачиваться. Вот, видите, она теперь гибкая. И спокойно всё хорошо будет закручиваться. Вот, накладываем начинки. И просто заворачиваем. Хоп. Хоп. И хоп. И обязательно хорошо фиксируем уголочки. Не уголочки, а как-то. Края. Вот. Раз. И всё. И укладываем в кастрюльку. Ну что. Вот моя ладошка. И вот кастрюлька. Кастрюлька. Налепила. Маникюр мы шикарный, кстати. Налепила я уже. Вернее, накрутила голубцы. Сейчас буду заливать заправкой. И тушить, тушить, тушить. Как только они приготовятся, я вам сразу всё сниму обязательно. Доброе утро, девочки. Вы хотели неделю влогов? Я вам показываю кое-что интересненькое. Вчера заходила подружка ко мне. Принесла мне тональный крингер. Лена отдала. Потому что она настолько красивая, что не пользуется косметикой вообще. А ей привезли из-за границы. Родственница. И она говорит, ты пользуешься? Бери. Хотела показать вам вот такой вот агрегат. Аппарат. Это фенплойка, я так поняла. Бэйби Лис. И девочка не могла разобраться, как им пользоваться. Дала мне потестировать, да. И рассказать, что для чего нужно. Здесь есть насадочки такие. Вот. Сегодня я буду делать вот такой вот насадкой. Есть еще какой-то такой агрегат. Я не знаю, для чего он. Может, продувает. Я без понятия, честно. И вот такая вот насадка. Посмотрим, что это такое. Бэйби Лис Париж. Знаю, что очень дорогая, хорошая, качественная, профессиональная, по-моему, марка. Очень много плойок, конусных, обычных. Вот. Так что сейчас будем пробовать. Покажу вам, как он работает. Вот. Здесь, что самое интересное, включается вот кнопка фена. Первый, второй, третий режим. Я так поняла, обогрев воздуха холодный. До, вот это вот холодный, а дальше идет горячий. И здесь есть две кнопки, которыми вы регулируете обороты щетки. Или в одну сторону. То есть кнопка одна отвечает за одну сторону. Нажимаете вторую кнопку, обратную сторону. Вот. Сейчас я вам включу. Покажу вам, как я буду сушить волосы. Сейчас у меня мокрая голова. Нанесла только мусс от Фаберлик. Поэтому сейчас с вами посмотрим, что получится. Может, пойду перемывать голову. ГОВОРИТ ПОДПИСЬ! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»